Я Геннадий, родом из Ялты, жил в Севастополе лет шесть. Я программист. Что вы делаете во Львове? Во Львов я переехал, чтобы тут работать, думаю, минимум на несколько лет. И давно вы во Львове? Один день, только сегодня приехал. Как впечатления от Львова? Мне нравится, центр нравится и в целом город. Хотя было бы неплохо, чтобы тут было больше гор, наверное, откуда можно было бы на него посмотреть. А почему вы переехали во Львове? Потому что мне перестало нравиться в Крыму из-за всех этих событий с Россией, ну, с присоединением Крыма. А что именно стало по-другому? То есть чем вы недоволен? Ну, собственно, этим и недоволен, потому что, мне кажется, Россия ведет политику, какое-то ограничение свобод и всего такого. А Украина, наоборот, мне кажется, становится более свободнее, тем более после этих событий на Майдане и всего остального. То есть вы поддерживали Майдан? Да. Ну, хотя... Ну, да, в общем, можно сказать, да, поддерживали. Что изменилось в Крыму после того, как Крым стал российским? Ну, люди стали более какие-то... Не злее, но почему-то они стали... В общем, какие-то принялись штампы, которые насаждает российская пропаганда и все такое, если так прямо сказать. Вот. Потом... Действительно хуже стали относиться к украинцам, хотя непонятно по какой причине никогда раньше ничего такого не было. Вот. Ну, и последнее, что произошло, то, что все просто подорожало достаточно, достаточно серьезно. А что именно подорожало? Серье? Ну, вообще все, но продукты особенно заметно, как подорожали. Ну, то есть буквально... Особенно с переводом на рубли, так как примерно было 3 рубля, это 1 гривна, должны были переводить по коэффициенту 1 к 3. Некоторые переводили по 1 к 4 или 1 к 5. Просто из-за того, что все перешли... Ну, в один момент все перешло на рубли. Как изменилась именно вот жизнь в Ялте или вообще в Крыму? То есть что стало по-другому? Видно, что это другое государство? Без каких-то изменений? Пожалуй, еще не особо. Ну, как бы, например, на какие-нибудь собрания, митинги начали появляться эти рамки с детектором. Но в целом какое настроение вот в Ялте или в Крыму в целом? То есть вот как люди к этому относятся? В целом, наверное, рады, хотя часть уже начинает задумываться о том, ну, было ли это чем-то хорошим, вот, или все-таки нет. Вот. Ну, такой какой-то, я не знаю, момент, что даже если и задумываются, то все равно находят оправдание насчет того, что, ну, было бы еще хуже и все такое. То есть если цены стали выше, они говорят, ну, так было бы еще хуже, у нас бы зарплаты были бы меньше. Ну, что-то такое, ведь всем бюджетникам подняли зарплаты достаточно серьезно. Ну, или, по крайней мере, поднимают. Вот. То есть в целом народ скорее рад, хотя, мне кажется, не везде. В Севастополе, вот я там жил последние несколько лет, там совсем все рады, и это действительно такой больше российский город, чем украинский. Ну, всегда был. Но они рады из-за того, что именно подняли зарплаты, или в чем радость заключается? Ну, и в этом, и в том, что как-то это все так преподнесли, как воссоединение с Родиной, поэтому все этому радуются. А как относится там к Майдану? Вот, например, во многих регионах России почему-то Майдан сразу ассоциируется с какими-то радикальными движениями, с тем же правым сектором. Какое отношение к этому в Крыму? Ну, такое же. Хотя, больший процент людей, которые это понимают и, ну, как-то поддерживают. Хотя их, ну, не так уж и много. Ну, больше, чем в России, но все равно немного. Выходили же даже какие-то на митинги немногочисленные в поддержку этого всего, но их разгоняли. А на ваш взгляд, как можно разрешить сложившуюся ситуацию на Украине? Я думаю, только путем переговоров с Россией и просто, ну, если не уничтожением, то арестом всех этих боевиков. Ну, то есть все равно должно продолжаться, антитеррористическая операция должна продолжаться против этих, я считаю. То есть, на ваш взгляд, люди, которые вот ДНР, ЛНР на Востоке, они кто? Боевики и террористы? Там есть боевики и террористы, но также есть люди, которые просто, просто которые это поддерживают, потому что им не до конца разъяснили ситуацию с Майданом, ну, которые так до сих пор и не понимают, что в Украине становится или стало даже уже лучше. А что стало лучше? Ну, мне кажется, Майдан отчасти добился своих поставленных целей, то есть народ стал больше контролировать власть, ну, и теперь власть будет как-то больше смотреть на то, что она делает, а не просто заниматься, ну, если не распилами, но своими какими-то своими делами, больше оглядываться на народ, ну, то есть все идет к такой более честной демократии. Ну, и выборы, мне кажется, достаточно хорошо прошли. Вы лично симпатизируете Порошенко? Вы голосовали на Порошенко? Нет, я не мог в Крыму голосовать. Пожалуй, я ему, наверное, слегка симпатизирую, но не сказал бы, что прям сильно поддерживаю. Возможно, из всех кандидатов он был, наверное, самым адекватным. Он, ну, производит впечатление все-таки умного человека. И как вам кажется, Крым все-таки останется частью Российской Федерации, или если обстановка нормализуется, все-таки он отойдет обратно к Украине? Я думаю, так и останется, потому что Россия вряд ли его отдаст, по крайней мере. Пока в самой России не сменится режим, ну, или просто правление Путина и текущая ситуация. Потому что даже если Крым захочет обратно, то ему не дадут, так же, как и в Чечне, когда она там хотела уйти. Ну, то есть, может быть, военные действия не начнутся, но просто будут разгонять все митинги, и как тогда они выскажут свое желание о том, что они хотят вернуться обратно. Какая ситуация с туризмом в Крыму? То есть, там есть туристы или пустые пляжи? Все-таки Крым живет за счет туризма, большей своей части? Да, пустых, прям пустых пляжей нет, но явно видно, что людей меньше. Вот. Ну, то есть, это не так, как все-таки хотят представить, что совсем никого нет, и полностью сезон загублен. Он, наверное, чуть-чуть загублен. Вот. Я был в Ялте. Просто по Ялте очень хорошо видно, он чуть ли не в несколько раз увеличивается население, просто из-за того, что приезжают туристы. Вот. Просто часть туристов не поехала из Украины, но зато из России, так как Крыму наш, поэтому был стимул ехать. Еще у меня последний вопрос. Вот у вас есть, может, знакомые, коллеги из татарского населения? Как они именно относятся к последним событиям? Ну, я бы не сказал, что они прям настроены сопротивляться. Они, так же, как и большая часть населения Крыма, просто смирились с этим. То есть, процентов, если так сказать, то процентов 30 явно поддерживало воссоединение с Россией, процентов 5 было против, а все остальные просто, ну, ну ладно. Я думаю, крымские татары примерно так же, только там было больше процента за Украину. Вот. Ну, то есть, они не вешают у себя флажков российских там на домах и в машинах, но ничего радикального не собираются предпринимать. Что 35 процентов, то есть, получается, 65 процентов, ну, грубо говоря, плыли по течению, если я вас правильно поняла. Да, создавалось такое впечатление, что где-то так. Так, я сужу по своим знакомым и по вообще таким настроениям в городе. Это не считая Севастополя, потому что в Севастополе там явно больше половины были за Россию. Вот. А ты голосовали на референдум? Нет, смысла не было. Почему? Ну, потому что это такой референдум совсем нарисованный был, где бюллетени просто печатались. Какая разница, кто как проголосует, если все равно поставят свою явку и свои проценты.